Добрый вечер! В эфире подробности и вот о чём узнаете из выпуска. Куда занесло Онищенко? Подробности выяснили, где на самом деле находится Нарде. Операция госпитализация. Ещё один фигурант газового дела приехал в суд на скорой. Риторика надежды. Чем нардеп Савченко пригрозила действующей власти? Попытка реванша. Уличённый в коррупции бывший глава Минздрава воюет за возвращение в кресло. Нардеп Александр Онищенко не явился сегодня на первый допрос в НАБУ. Вместо него пришёл адвокат. Он передал детективам бюро домашний адрес и другие контакты Онищенко в Лондоне. В Великобританию, по словам защитника, нардеп уехал вполне легально. В Национальном антикоррупционном бюро заявление Онищенко приняли. Однако сообщили, если нардеп не придёт и на следующий допрос, его объявят в международный розыск по линии Интерпола. Его будет запрошено повторно. Если в следующий раз он также без поважной причины не появится до детективов антикоррупционного бюро, мы будем клопотать перед судом с приводу того, чтобы суд принес ухвалу про примусовый привид данной особи до зала заседания для обрания щодо него запобежного захода. Відтоди станет возможна процедура оголошения его в всеукраинский международный розыск. Мы решили проверить. В Лондоне всё-таки Онищенко или нет? Ведь по словам генпрокуратуры, ещё вчера нардепа видели в Барселоне, до этого в Вене, в Москве. Оксана Кундеренко поймала его в британской столице. Посмотрите эксклюзивное интервью. С Александром Онищенко встречаемся в самом центре Лондона, в престижном частном клубе. Но снимать в закрытом заведении запрещено. Под моросящим английским дождём идём беседовать в парк. Первым делом Онищенко комментирует вчерашнее заявление антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого о том, что он находится в Испании. Ну и я вообще понятия не имею, откуда берутся у наших правоохранительных органов эти все новости. И сразу подчёркивает, он ни от кого не прячется. Тем более, что сегодня его адвокат передал в НАБУ, где нардепа ждали на допрос, все данные о местонахождении Онищенко. Вот уже неделю, как он в Лондоне, легально о политическом убежище пока не просил. А вот о своих перемещениях после того, как покинул Украину, говорит уклончиво. Я улетел 4-го числа в Германию. Всё это время находился в Европе, проводил различные консультации, общался со своими юристами, адвокатами, встречался со множественными политиками, как и с украинскими, так и с зарубежными. В России я был до того, ещё был буквально один день по своим личным вопросам. Здесь, в британской столице, слуга украинского народа снимает квартиру, ездит на Мерседесе с водителем, утверждает, почти всё время работает с юристами, готовится сразу к нескольким судебным процессам. Первое, это экономические, которые будут по экстрадиции. И второе, это политические. Это будет закрытый суд, по которому будут идти многие, так называются, вип-свидетели. И он будет тайный суд, то есть люди не будут разлашаться, будут идти там, как бы, свидетели под номерами. Свидетели номер один, два, там, три. И это даст, как бы, многим и народным депутатам, и многим политикам, и украинским, и зарубежным, то есть, свидетельство то, что это дело политическое. Потому что, вот, где-то, допустим, в открытом суде многие люди побоятся. Все обвинения в свой адрес Александр Онищенко отрицает и дело считает сфабрикованным. Дело сшито белыми нитками, сделано по заказу, всё, как бы, организовано в течение, там, одной недели. То есть, и у них задача, там, сделать из меня сейчас врага народа. То есть, людей, там, сажают, там, в тюрьмы и выпускают под то, что поддачу показаний против меня, то, что сегодня предлагается. То есть, это несовместимо ни с каким нормальным гражданским законодательством. Эта организация, она напоминает мне УБОП 90-х годов, когда не было никаких правил, ни законов. Что касается бизнеса, то со своими активами, движимыми и недвижимыми, в Украине он мысленно попрощался. Бизнес отберут, и наверняка у него скоро появятся новые хозяева. Идёт рейдерство, самое настоящее. Новый хозяин есть у лошадей, которых депутат и по совместительству спортсмен продал. В Олимпиаде в Рио участвовать не будет и даже поддержать нашу сборную не поедет. А вот с конным спортом не завязывает. Планирует заниматься в Англии, правда, на любительском уровне. Ну, учитывая, что у меня будет свободное время, я не хотел бы оставлять этот вид спорта. То есть, ну, для себя и для здоровья я буду заниматься. К сожалению, я пока не смогу выступать на каких-то там чемпионатах мира и Европы. Я думаю, что действия передвижения мои будут в скором времени ограничены только по Великобритании. Это если Украина подаст запрос об экстрадиции, а Нищенко, в свою очередь, будет его оспаривать в британском суде. Говорит только местная Фемида может быть беспристрастной. Я готов здесь отвечать на все вопросы, встречаться и помогать следствию, если это необходимо. Но не там. Но не там. Там я знаю, чем это все закончится. То есть, задача управления Гором меня спрятать как можно быстрее и, я так понимаю, добить в следственном изоле. Пока же свободный человек Александр Романович Анищенко спокойно гуляет по лондонским улицам и планирует ближайшее будущее. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Другого фигуранта газового дела, Валерия Постного, сегодня завезли в зал апелляционного суда Киева на больничной койке. Суд должен был рассмотреть жалобу антикоррупционной прокуратуры на залог в размере полутора миллионов гривен. Заседание уже несколько раз переносили из-за заявлений защиты о том, что Постный тяжело болен. В НАБУ утверждают, он симулирует болезнь. У меня продолжается давление. Мне не дают лечиться. Не знаю, чем это закончится. На больнице врачей давят, работники НАБУ не разрешают им меня лечить. Либо они хотят, чтобы я давал неправдивые показания на Онищенко, либо довести меня до медленной смерти. В эти минуты судебное заседание еще продолжается. Еще один участник газовой схемы Сергей Свиченко тоже побывал сегодня в апелляционном суде Киева. Прокуроры просили изменить руководителю надроги от центра меру пресечения, на арест. Напомню, Свиченко вышел на свободу под залог. Однако, внес пока только часть назначенной суммы в 5 миллионов гривен. Но заседание перенесли, поскольку в суд не явился адвокат подозреваемого. Злочевскому вернули доступ к его деньгам. Столичный апелляционный суд снял арест со счетов компании «Пари», которая входит в газодобывающий холдинг «Буризма» бывшего министра экологии. Судья решил, что Печерский райсуд Киева арестовал деньги и ценные бумаги без достаточных доказательств. Напомню, Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова. Его объявили в розыск по подозрению в незаконном обогащении. В «Нафтогазе» рассказали, зачем же главе компании элитный бронированный «Мерседес». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Бронеавтомобиль якобы должен обезопасить Андрея Коболева на время судебного процесса против «Газпрома» в стокгольмском суде. Где НАК требует от российского газового монополиста 26 миллиардов долларов. Напомню, ранее в «Нафтогазе» объявили о планах приобрести для главы компании «Мерседес» за 5 миллионов. Что вызвало большой общественный резонанс. Игоря Масичука сегодня ждали в СБУ, но тщетно. Нардеп Радикал опоздал на допрос по делу, которое он сам же инициировал. Связано оно с его коллегой по парламенту, народным депутатом Алексеем Гончаренко. Что не поделили, расскажут наши корреспонденты. В здании СБУ Игоря Масичука ждали как свидетеля. В июне он обвинил нардепа Алексея Гончаренко в сепаратизме. И вот теперь следователи захотели подробностей. Я звернулся до Генеральной прокуратуры с депутатским звернением. Генеральная прокуратура доручила Службе безопасности Украины провести расследование. Я рад на него, он опять подзарабатывает, потому что он из-за страны объявил свои расследования. У него бизнес такой, делает депутатские запросы и обращения, берет за эти деньги. Один из этих случаев зафиксировано на видео, и Масичук должен находиться в СИЗО. Сам Масичук фигурант сразу нескольких уголовных производств. Его обвиняют в хулиганстве, применении насилия и во вмешательстве в деятельность судебных органов. Но главное дело о взяточничестве. В сентябре прошлого года бывший прокурор Виктор Шокин на заседании парламента показал видео, где человек, похожий на Масичука, озвучивает стоимость депутатского запроса, а также получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Масичука в тот же день арестовали, но спустя два месяца он вышел на свободу. А суд признал, депутатскую неприкосновенность с него сняли с нарушением процедуры. Несмотря на это, обвинительный акт в отношении нардепа уже направлен в суд. А новый генпрокурор Юрий Лоценко заявил, процедура лишения Масичука иммунитета еще раз должна пройти через парламент. Масичук до этого часа находится под следствием, в целом месте справа. И питание стосовно Мазуревого, позбавленного его нарушения о деторганности и запуск его по новому кругу таких правовых переследований может быть в будь-який момент запущено. И поэтому это еще такой элемент, может быть самозахистом. Господин Масичук прекрасно понимает, что он остается в подвешенном состоянии. Если брать по европейским нормам, то такого рода компромат, ну как минимум бы выбросил этого человека из политики. Не знаю, отправивали бы места отдален, не столь отдаленные, но то, что политик, в отношении которого подобного рода видеозаписи, оказался бы на политическом хладбище, это 100%. Как итог, сегодняшний допрос Масичука так и не состоялся. Из-за полуторачасового опоздания нардепа-радикала к следователю. Его перенесли на четверг. Андрей Кровец, Павел Медведев, подробности, телеканал Интер. Голодные игры. Надежда Савченко намерена снова отказаться от пищи. Бывшая российская пленница сегодня вообще наделала немало шума на своей пресс-конференции. Громкие заявления слушала Елена Зорина. Ее ожидают десятки журналистов. В зале яблоку негде упасть. На пресс-конференцию Надя приходит с военной точностью и сразу заявляет. Убеждает к этой встрече, готовилась два месяца. Именно столько времени прошло с момента ее освобождения из российского плена. Столько же обещала не критиковать. Теперь, мол, готова. А чтобы не сбиваться, все написала на бумаге. Надежда критикует власти коррупцию в армии. Не настаивает в Украине не АТО, а война. Ее нужно заканчивать. Повторяет переговоры, готова вести даже с так называемыми лидерами псевдореспублик ДНР и ЛНР. Я готова туда ехать. С прикрытием, без прикрытия. Я готова ехать туда, чтобы был результат. Минский процесс действительно не очень эффективен. Он вычерпал себя. Надо перезапускать. А вот свой закон, закон Савченко, благодаря которому освободили судью Калядника Зварича, нардополозинского, устраивавшего сафари на людей, и мошенника доктора Пислю Сарчука, считает идеальным. Предлагает менять другие. Я собираюсь вносить изменения не до закону, а собираюсь вносить решту законов и изменения до самой системы. Но главное, пожалуй, ради чего собрала сегодня журналистов, Надя объявляет голодовку. На этот раз, чтобы повлиять на процесс освобождения других военнопленных и политзаключенных. Так как сегодня я уже поснедала с завтрашнего дня, я включаю эту голодовку для того, чтобы влада и святова спільнота скорее действовали на вызволение наших политвязнений с Россией, и обмену наших военнопленных. Савченко говорит, свои заявления с Батьковщиной не согласовывала, но бросаться мандатом и выходить из фракции не собирается. В Батьковщине заявления Савченко осуждатели критиковать не стали. Пресс-конференция длится не больше часа. Надежда Савченко отвечает на все вопросы, на некоторые даже дважды. Я сподеваюсь, что этого раза я уже пояснила все, что могла. Елена Зорина, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Ну и вот какую оценку с заявлением Савченко дали политологи. Это была постановочная и установочная пресс-конференция, которая была призвана анонсировать и обозначить Савченко как самостоятельная политика, собственной политической линией. Ну и понятно, что в какой-то степени Савченко сейчас начинает, открывает большую такую игру, охоту на досрочные парламентские выборы. Не исключаю, что будет список Савченко отдельный. Он может зайти в Верховную Раду, получить достаточно количества гарасов. Мы видим, что Савченко стает достаточно таким удобным инструментом. В данном случае будет таран, который фактически будет гайдать владу и приведет к тому, что владею доведется або идти на перевыборы, первую очередь, парламентом, потому что уровень доверия уже катастрофичный снизился. То, что сегодня произошло, это уже старт подготовки на осень. Я не выключаю этого, что, возможно, какой-то отдельный проект под Савченко, но я не думаю, что она сможет его вытягнуть. Обуздать коррупцию, остановить цензуру и политические репрессии – такие требования к власти выдвинул оппозиционный блок. На официальном сайте Политсила размещено соответствующее заявление. Украина остается несвободной страной, где господствует коррупция, цензура и не существует честного правосудия. Мы требуем от власти прекратить преследование инакомыслящих по надуманным делам, построенных на лжесвидетельствах и домыслах. Единственный способ остановить политрепрессии, коррупцию и цензуру – пойти на досрочные парламентские выборы. Канистру с бензином и десятки шин принесли сегодня к Абалонскому райсуду столицы активисты нескольких добровольческих батальонов. Они заблокировали все выходы из здания, где должно было состояться очередное заседание по делу бойца батальона «Торнадо» Николая Цукура. Сторонники подозреваемого требуют, чтобы дело рассматривали, а не затягивали, а также, чтобы суд проходил в открытом, а не закрытом режиме. По периметру здания охраняет полиция и нацгвардия. Ближе к вечеру между ними и активистами началась потасовка. Митингующие перелезли через ограду, некоторые бросали в правоохранителей пакеты с мукой, шины. Полиция остановила добровольцев, которые пытались прорваться в суд. Кто начал эту бейку? Начали представители полиции, даже не гвардейцы, а представители полиции. Вискочили, начали выясмикивать документы из рук, телефоны из рук выясмикивать, бросать на пол и заливать газом обличчя. Отбылась проба прорыва на территорию суду. Это проба прекращена. Працовниками патрульной полиции спецзасобы не застосовывались. Напомню, бывшего замкомандира торнадо Николая Цукура задержали в марте. Его и еще нескольких добровольцев батальона подозревают в похищении человека в пытках в вымогательстве. Уже почти полгода суды по делу постоянно переносят, а скандалы вокруг роты патрульной службы милиции особого назначения торнадо не утихают более года. В июне 2015 года правоохранители задержали восьмерых бойцов батальона по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Тогда же торнадо расформировали. Соответствующий указ подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Еще одна громкая авария произошла этой ночью в столице. Пьяный водитель сбил патрульных полицейских. Все подробности выяснял Олег Решетняк. Сегодня ночью пьяный водитель наехал на двух полицейских, когда те оформляли небольшое ДТП. Это произошло здесь, на столичном шоссе. Полицейские стояли между двумя автомобилями, Фиатом и патрульной Хюндай, как вдруг на высокой скорости выскочил Опель и врезался в Фиат. Полицейские оказались зажаты между двумя автомобилями. Удар был такой силы, что в результате патрульное авто отлетело на 10 метров. Вот что говорит свидетель произошедшего. Свидетель был пьяный, он перед собой уже ничего не видел. Сбил патрульных полицейских и врезался прямо в этот автомобиль. На место тут же выехала скорая помощь. Пострадавших полицейских доставили в больницу. У парня травмы руки, рваная рана и перелома. У девушки состояние очень тяжелое. Рваные раны, голени и бедра, открытые переломы бедра и голени. Она в сознании, но дышит через трубку. Впрочем, медики уверяют, их жизням ничего не угрожает. А вот что рассказывал водитель Опеля прямо на месте аварии. Птички выставили? Птички, да. Вы избили? Нет. Ни одной птички в месяц. Убегали, да? Да. А автомобили стояли? Убегали сейчас? Какие вы скидали? Автомобили ехали во всех предах. Вам никто не заражал? Да? Да. Не заражал. На место аварии тут же прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции, эксперты, оперативно-следственная группа. Следователи уже открыли уголовное производство. Полиции подтверждают водитель Опеля перед тем, как сесть за руль, выпил лошадиную дозу алкоголя. К тому же проблемы с законом у него уже не впервые. У водителя нет прав, его ранее уже лишали документов из-за вождения авто в алкогольном опьянении. Вместо водительского удостоверения у него был временный талон. В данный момент подозреваемый водителя Опеля находится во временном изоляторе столичной полиции. Его имя пока не называют. Подозреваемому избирают меру пресечения. Олег Решетняк, Павел Исенко. Подробности телеканал Интер. Сегодня в больнице умер пенсионер, пострадавший во время аварии, которую устроил депутат Макаровского райсовета. Пожилая женщина, которая тоже получила серьезные травмы, до сих пор в коме. ДТП произошло на прошлой неделе. Депутат Матвей Евсеенко подрался с таксистами, даже открыл стрельбу из пистолета, уверяют свидетели. А когда приехал патруль, Евсеенко попытался скрыться на своем автомобиле. На столичной кольцевой он выскочил на встречную полосу и буквально протаранил Волгу. Как подтвердила экспертиза, депутат был пьян. Анализ крови показал 1,85 промилле алкоголя. Вчера суд отпустил Евсеенко под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Напомню, после этого инцидента партия Батьковщина исключила Евсеенко из своих рядов. Два месяца ареста. Такую меру пресечения избрал суд для водителя, который насмерть сбил пешехода в Харькове. 27-летний задержанный свою вину признал, но частично. Напомню, резонансное ДТП произошло в прошлую субботу, около 10 вечера. Водитель БМВ на высокой скорости сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. Очевидцы аварии едва не устроили над водителем самосуд. Прокуратура уверена, правонарушитель находился под действием наркотиков. Сам подозреваемый это отрицает. Я употребляю наркотиков. Не знаю, что произошло. Было темно, и я его не видел. Есть люди, которые видели непосредственно автомобиль до момента наезда. И все указывают, что он двигался с большой скоростью. Все говорят о скорости свыше 100 км в час. То, что произошло с человеком, как произошел разброс его одежды, где остановился автомобиль. Конечно, все это указывает тоже на превышение скоростного режима. Волна скандалов накрыла Минздрав. В ведомстве ищут виновных в срыве госзакупок лекарств. И готовятся к возможному второму пришествию Василишина. Увлеченный в коррупции бывший замминистра воюет за возвращение в кресло. Подробнее Елена Митясова. Его громко отстранили от должности прямо на заседании Кабмина. После арест, несколько дней в СИЗО, внесение залога в размере 2 миллионов гривен и увольнение. Бывший замминистра здравоохранения Роман Василишин подозревается во взяточничестве. Прокуратура улечила его в поборах. Врачи Александровской больницы на каждую проведенную операцию отстегивали ему дань. По версии следствия, от 50 до 100 тысяч гривен еженедельно. Деньги, соответственно, взымались с пациентом. Но Василишин с обвинениями свой адрес не согласен. И в апелляционном суде пытается оспорить решение Кабмина. Требуют восстановить его в должности. Висотния обрунтована подозра. Висотния подставят для высторонения от посады. Они все должны быть скасованы, как незаконные. Мы просим скасовать. Сам Василишин не многословен. Во всем полагается на защитников. Но вернется ли он в свое кресло? Услышать решение суда сегодня не удалось. Заседание перенесли на 11 августа. Прокуратура должна приобщить к делу документы с НАБУ. Чтобы не отвечать на вопросы журналистов, бывший замминистра буквально бежит. Но то, что в Минздраве царит полный хаос, подтвердила Ульяна Супрун. Назначены и Огловы ведомства. И ей придется решать вопросы не только со взяточниками в своей структуре. Сегодня Ульяна Супрун дала свой первый брифинг. Ситуация с госзакупками лекарств критическая. В Минздраве просто некому этим заниматься. Людей нет. Супрун пообещала в кратчайшие сроки решить ситуацию с вакцинами. Говорит, она получила уже около двух десятков документов о наличии противостолбнячной сыворотки и других препаратов на таможенных складах. Юристы сейчас разбираются, как дать добро на их ввоз в Украину. Напомню, на прошлой неделе разразился настоящий скандал. Пятилетняя Надя Савушкина из Днепра заболела столбняком. Спасительную сыворотку искали всей страной. Лишь волонтерам удалось достать ее нелегально. Раньше сыворотку завозили из России, но кабин запретил покупать этот препарат. Альтернативы не предложил. И кто теперь ответит за халатность? Елена Митясова, Сергей Коваль. Подробности в телеканал Интер. Кому на орехи? Одесские журналисты сообщают, после громкого скандала одних ореховых мафиози в городе сменили другие. При этом серые схемы действуют, как и прежде. И деньги пополняют не госбюджет, а чьи-то карманы. Подробнее об этих аферах и о том, кто же на них наживается, расскажут наши корреспонденты. Апрель. Под Одессой правоохранители задерживают партию грецкого ореха, который идет на экспорт. Предприниматели подозревают в неуплате налогов. Вызволять груз лично приезжает Михаил Саакашвили, который ранее объявил войну ореховой мафии. Вы что, зайдете, меня и всех украинцев? Ореховые мафии называют тех, кто работают по серой схеме. Это и бизнесмены, которые слишком уж занижают цену на экспортируемый орех, и силовики, закрывающие на все глаза, но вымогающие взятки, и чиновники. Полгода назад многие думали, с этим покончено. Но в прессе опять появились статьи. Дескать, на смену одним фирмам-посредникам пришли другие. Ореховая коррупция процветает, бюджет по-прежнему недополучает миллионы долларов. Изменились только кураторы теневого бизнеса. Экспорт через фирмы-посредники. Экспорт отбывается в офшорную компанию, на которую покладается основная масса прибуток. Потому что уже с офшорной компанией отбывается экспорт украины призначения. При частности к новым схемам журналисты обвиняют Одесскую таможню, которая находится на орбите влияния того самого Саакашвили. Начальница ведомства категорически это отрицает. Сам факт ореховой коррупции признает, но указывает на другую структуру. При этом все чуть ли не в один голос говорят, для избавления от порочной практики нужно срочно менять законодательство. Должна быть прекращена выдача лицензии, разрешения на экспорт, скажем, греческих орехов компаниям-однодневкам, то есть которые создаются с мизерным уставным капиталом, специально для того, чтобы быстро провести комплекс операций, скупить, направить за границу и закрыться. Мы попытались разыскать одну из таких фирм-прокладок в Одессе. По информации СМИ, в этом году компания Ukrainian Shipping Service больше всех продала орехов за границу 2000 тонн по цене, заниженной в несколько раз. Однако, как оказалось, по адресу, указанному на сайте, находится общежитие. Телефоны не обслуживаются. Возможно, если правоохранители заинтересуются ореховыми схемами, им в таких поисках повезет больше. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Одесса. У нашей страны нет острой потребности в деньгах МВФ. Такое мнение выразил глава Минфина Александр Данилюк. И пояснил, Украина сотрудничает с фондом не ради денег, а чтобы привлечь инвесторов. По словам министра, это для них определенный сигнал, что в реализации реформ правительство движется в правильном направлении. Сейчас, по словам Данилюка, золотовалютные резервы на стабильном уровне, но через несколько месяцев потребность в средствах может возникнуть. Напомню, вопрос о выделении следующего транша МВФ перенесен. Из-за графика работы фонда его планируют рассмотреть в конце августа месяца. Напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении. Боевики используют запрещенную бронетехнику. Среди украинских военных есть потери. Больше расскажет Руслан Смещук. Украинские позиции под Чермалыком. На том берегу Кальмиуса оккупированная Николаевка. Оттуда боевики ведут огонь. Иногда скопления техники бывают. Вдоль речки подходят и начинают накидывать. ДРГ пытаются что-то предпринимать, но наши их вовремя замечают. И не дают им нигде пройти, закрывать все места в Сещелле. Чаще всего обстрелы ведутся ночью. В основном противник использует оружие в тот момент, когда порядка не имеет миссии ОБСЕ. В основном это ночный час. Ночный час перед ранковой часа, когда люди отморены, когда втрачается пильность. Чем ближе к берегу Кальмиуса, тем внимательнее нужно смотреть под ноги. Перемещаться здесь нужно очень осторожно. И слева, и справа находятся противопехотные мины. Если сойти с проверенной тропы, по которой мы сейчас идем, можно просто подорваться. Это есть противотанковая мина. В ней 6 килограмм протила. Сколько она здесь времени лежит, неизвестно. С годами и с разницей погоды, вот эта поверхность, она высыхает. Нажимное действие противотанковой мины 150 килограмм. Она как уже рассохлась, может и человек наступить, и она может взорваться. А еще здесь достаточно часто противник использует так называемые блуждающие минометы. Нас ведут на нулевую наблюдательную позицию. Там наши бойцы пытаются вовремя засечь приближение врага. Постоянно ездит какая-то техника, на которой, на вооружении которой состоят минометы. Они подъехали куда-то в зеленку. Сделали, так сказать, залп 3-4-5 выстрелов. С ответкой большие проблемы, потому что мы по рукам, по ногам связаны всеми, так сказать, минскими договоренностями. За прошедшие сутки зафиксировано не менее 18 вражеских обстрелов. Во время одного из них в Широкино погиб один украинский военный. Наши бойцы лишь трижды открывали огонь в ответ. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. В Святошинском райсуде столицы сегодня изучали возможность изменить меру пресечения пятерым бывшим беркутовцам, которых подозревают в расстреле активистов Евромайдана. Мнения защиты и обвинения на этот счет предсказуемо разошлись. Что решил суд и как прокомментировали подозреваемые информацию о том, что сбежать многим их коллегам помогала организация «Никто кроме нас», знает Егор Логинов. В начале заседания защита экс-беркутовцев подала ходатайство об отводе судмедэксперта Николая Коваленко. Адвокаты усомнились в достоверности его методов опознания подозреваемых по фото. Суд представителям защиты отказал. Перешли к обсуждению меры пресечения. По закону ее нужно пересматривать каждые два месяца. Адвокаты бывших беркутовцев другого мнения. Говорят, держать их подопечных под стражей не за что. Суд присяжных совещался больше часа и вынес следующее решение. Оспариванию вердикт суда не подлежит. Пятерых экс-беркутовцев будут держать под стражей минимум до 30 сентября. А вот на следующее заседание привезут уже в четверг, 4 августа. Мы попросили бывших беркутовцев прокомментировать заявление прокурора ГПУ Сергея Горбатюка о том, что после расстрела евромайдановцев беркуту помог бежать руководитель организации ветеранов-афганцев «Никто кроме нас» Сергей Ковалев. Но подозреваемые наотрез отказались. Егор Логинов, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Аграрии могут остаться без украинских удобрений. Отечественные производители сетуют в страну, везут все больше импорта, а наши заводы простаивают. В результате деньги из Украины уходят в экономику других стран. Подробнее далее в сюжете. Несмотря на и так критическую ситуацию на рынке удобрений, в конце прошлого года был принят закон, упрощающий процедуру импорта в Украину. Он позволяет без предварительной регистрации завозить в страну 24 вида удобрений. Изменение к закону о пестицидах и агрохимикатах, где регистрация удобрений упраздняется, привело к тому, что у нас под видом разных удобрений азотно-фосфатные удобрения. А это не что иное, как та же аммиачная селитра с небольшой 2-3% добавкой фосфора. Чтобы защитить украинского производителя, еще в 2014 году были введены пошлины на ввоз минеральных удобрений из России. Ставки подняли с 10 до 36%. Но на деле это не снизило потоки импорта. Эксперты называют две основные причины. Пошлины низкие, продавать российский товар на украинском рынке все так же выгодно. И удобрения просто стали завозить под видом другой продукции. По сути дела, прямое ввезение импорта аммиачной селитры якобы снизился. А де-факто он вырос за счет того, что под видом других удобрений заводится та же аммиачная селита. И поэтому бюджет недополучается, несмотря на то, что мы повысили там почвину до 36%. Вот уже несколько лет отечественные заводы по производству удобрений простаивают. Из-за этого вскоре Украина может остаться без собственной продукции. Об этом уже неоднократно заявляли эксперты. Заводы должны работать. Они должны работать, очень важно, они должны работать и в межсезонье. Потому что в межсезонье украинский рынок не берет ничего, а людям зарплату платить надо. Если в ближайшее время правительство не обратит внимания на проблему химотрасли, отечественный производитель понесет миллионы долларов убытков. Соответственно, недополучат и казна страны, утверждают эксперты. Более того, около 30 тысяч человек рискуют лишиться работы. В отрасли уверены, украинские заводы способны не только обеспечивать страну, но и производить удобрения на экспорт. Виктория Никитенко, Василий Токарь. Подробности телеканал Интер. Столичные власти выделят киевским ОСББ 4 миллиона гривен на компенсацию кредитов для повышения энергоэффективности домов. В первую очередь речь идет о затратах на установку счетчиков. По данным экспертов, сегодня большинство украинцев переплачивают за тепло и горячую воду из-за неправильного учета и высоких потерь. Как решить проблему и кто уже успешно делает это, далее в сюжете. С ростом тарифов украинцы стали реже покупать жилье с большой площадью. Спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры упал в четыре раза. А вот на однокомнатные, наоборот, вырос. И дело не только в цене, но и высокой стоимости тепла и горячей воды. По данным экспертов, большинство украинцев переплачивают за то, чем не пользуются. Сейчас большинству жителей в тарификацию закладывают эти самые старые КТМы, которые соответствуют примерно коэффициентам теплопотерь в Якутии. Потери, о которых сейчас заявляют теплокоммунэнерго, в 30%, в 25%. Прогнившие трубы, старые котельные. Все это отображается в платежках. Большая часть тепла, по словам экспертов, теряется еще на подходе к дому, в тепломагистралях. А переплачивать приходится не только за едва теплые батареи, но и за горячую воду, которую не использовали, если в доме не установлен счетчик. Разница между домом со счетчиком и домом без счетчика в платежках от двух раз. Из-за этого часто жители Хрущева платят за отопление и воду больше, чем в новостройках. Ведь крупные застройщики сразу устанавливают счетчики и даже датчики, которые реагируют на температуру. Датчики находятся на улице и дают свои показники. Відповідно, автоматичная система коррегуя подачу газа. Этот дом в столице сдали в прошлом году. От города тут берут только холодную воду. Нагревают в котельной. Везде счетчики и энергоэффективные технологии. Завдяки новаціям, которые используют Киевмістбуд, мы достигли экономии энергоресурсов до 45%. За счет утепления стен, энергосберегающих склопакетов, датчиков температуры наружного повітря, еще дают 3% – это прилади обліку тепла. Однокімнатная квартира 50 квадратных метров. Сезон, опалювальний сезон минулого року, люди проплатили від 400 до 550 гривень. Це за весь сезон, за всю зиму. Так що, ось ці заходи дають таку економію. А главное, що кожен знає, за що именно платить. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробності, телеканал «Интер». В Черноморській, это бувший Лічовська детської області, жители выступили против реорганизации органов правопорядка. Іх возмутило. Во время реформы їх городской отдел полиції перевели в соседний район, Бавидіополь. В Черноморській теперь останется только отделение, где работают не більше 30 полицейских. При этом криминогенная обстановка в городе ухудшилась. Сегодня вместе с депутатами от оппозиционного блока люди пришли в областное управление нацполиції на прием к начальнику Георгий Лордкипонидзе. Но вместо него вышел другой сотрудник. На сегодняшний день в городе Черноморськ работают всего два следователя. Соответственно, справиться с поставленной задачей они не могут. Жители Черноморська в течение нескольких дней собрали более 2000 подписей с требованием, чтобы вернули отдел, городской отдел в город Черноморськ и навели порядок на улицах города. Военная техника из зоны АТО не поедет на парад к Дню независимости 24 августа. В этом заверил президент Украины в Житомире на базе учебного центра высокомобильных десантных войск. Сегодня в день ВДВ он почти у минуты молчания всех погибших десантников. В боях уже погибли 415 бойцов ВДВ. День ВДВ в самой горячей точке зоны АТО. В Авдеевской промзоне не прекращаются обстрелы. С ночи боевики огнем из минометов поздравили украинских десантников. Вместе с голубыми беретами этот день на передовой провела и наш военный корреспондент Ирина Баглай. Вот такой день ВДВ. Обычный на промзоне. Ночные артовстрелы сменяют обстрелы из автоматов, пулеметов. Дальше идет ДШК и АГС. Этих щелочков нужно бояться. Это пули. Это пули, которые выстрелили в нашу сторону. Офицеру-десантнику всего 22 года. За два месяца на промзоне научился по первым же звукам определять, из какого оружия и даже откуда бьют боевики. А значит и быстро гасить вражеские атаки. Мы ведем огонь для того, чтобы не дать им укопаться еще глубже. Надо огрызаться. Если ты не будешь огрызаться, тебя просто здесь едят и все. С весны десантники держат оборону на Авдельской промзоне, закаленной ежедневными боями. Какими бы снарядами их не обстреливали боевики. Ко дню ВДВ в этой горячей точке зоны АТО бойцы относятся по-особому. Мы не празднуем этот праздник. Мы вспоминаем, вспоминаем тех, кого не с нами. Сейчас нет повода для именно празднования. Ребята с той стороны начали поприветствовать нас фейерверком таким неплохим. Ну и думаю, пока относительно тихо. Чтобы отвести обстрелы боевиков от мирной Авдельки, украинские бойцы приблизились вплотную к вражеским позициям. Такие следы составляют термобарические заряды. От гранатометов РПГ-7. Есть специальные заряды, которые создают вакуумное пространство. Просто человека по факту разрывает. Настоящий праздник для голубых билетов будет только после победы. Но награждение героев, несмотря на опасность, командование решило все-таки провести. Конечно, для каждого солдата мотивация. Его мотивация, наоборот, прибавка сил к нему, для того, чтобы так же стоял, так же защищал Родину. Тот же приезд. Там волонтеров, он понимает, что поддерживает и все понял. Без алкоголя и фонтанов, ломая стереотипы под гимн десантников, в исполнении гостя вот такой скромный праздник. Бойцам выдавая Алексей Мачанов приехал традиционно с подарками и гитарой. Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам развилась, по беретам. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Дональд Трамп человек неподготовленный и неподходящий, чтобы стать президентом США. Такое заявление сделал глава государства Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Обама осудил Трампа, в частности, за его высказывания по внешней политике. Вот последнее заявление кандидата от республиканцев, попытка вернуть Крым, может привести к Третьей мировой войне. Директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Херц считает, что Трамп вряд ли реализует свои заявления по признанию Крыма частью России, если возглавит страну. Однако, его президентство может привести к ухудшению отношений США с Европой, а также ослаблению политики в отношении Кремля. Украинским же лидерам Херц порекомендовал продолжать блокировать агрессию Москвы, а в случае успеха Минских соглашений принять законы для проведения выборов на оккупированных территориях, а также проводить реформы энергичнее. Журналисты-аферисты, итальянский корреспондент взял интервью у видных политических деятелей Израиля, якобы для крупного западного канала, и продал снятые кадры ливанскому телевидению. А еще появилось видео, на котором арабский отец уговаривает израильских военных застрелить его сына. О неожиданных поворотах информационной войны материал Сергея Ауслендера. В страшном сне не приснилось бы рядовому резервисту Томиру Вайнбергу, что он дает интервью телеканалу Аль-Мааян, главному рупору ливанских террористов. Томир был в составе того самого патруля, с нападения на который началась вторая ливанская. Тела двоих солдат боевики тогда похитили, сам Томир чудом уцелел, ранен и сумел скрыться в лесу. Но вот фильм, который по заказу движения Хизбалла к десятилетию войны снял этот самый телеканал. И вот интервью Вайнберга. Он и сейчас не может поверить, что давал интервью по сути тем, кто убил его друзей. История эта потрясла Израиль своей циничной наглостью. Итальянский журналист Микаэл Муни, представившись сотрудником итальянского телевидения и BBC, взял интервью у Томира, у Амира Переца, бывшего тогда министром обороны, у Цепи Ливни она возглавляла МИД во время войны, и даже у бывшего начальника военной разведки Израиля Амоса Ядлина. Далеко не каждому израильскому журналисту удается вот так запросто побеседовать с этими людьми. Наша стратегия базировалась на том, что Сирия вывела свои войска из Ливана, и соответственно, лишившись сирийской поддержки, Хезбалла не станет нас атаковать. В профессиональном журналистском мире Израиля этот случай вызвал даже не возмущение, скорее оторопь. Известно, что в еврейском государстве репортерам не чинят никаких препятствий в работе. Коллеги используют разные способы добывать информацию, но это первый случай такого откровенного подлога. Здесь была подмена понятий. Здесь журналистику заменили на пропаганду, когда вырывается интервью из контекста. Когда человек, у которого берут интервью, не знает, собственно, для чего, для кого предназначено интервью. Более того, об этом есть прямой обман. Сам Муни теперь утверждает, не знал, для кого предназначено интервью, что звучит как минимум странно. А его итальянские работодатели и вовсе заявили, что подобных заданий вообще не давали. Но вот в другом ролике, который тоже стал хитом израильского интернета, контекст совершенно очевидный. Очередная акция протеста палестинцев и левых активистов. Молодой араб отправляет своего трехлетнего сына против израильских солдат. Убейте его, застрелите моего сына, он должен стать шахидом. Но военные в ребенка стрелять, разумеется, не стали. Один даже поздоровался с ним за руку. Тогда отец стал кричать ребенку, бросай в них камни. Мальчик действительно швырнул несколько камней в разные стороны, потом, видимо, устав присел. И арабов, и левых такое дружелюбие привело в растерянность. Это видео лишь очередная иллюстрация того, с каким противником приходится иметь дело израильтянам. Но даже лучше всю историю иллюстрирует другой факт. Представители Израиля обратились к двум авторитетным правозащитным организациям. Amnesty International и Human Rights Watch с просьбой прокомментировать этот случай. Но правозащитники, которые так любят рассказывать о зверствах израильской военщины, предпочли отмолчаться. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Президент Турции обвинил страны Запада в том, что они поддерживали неудачную попытку военного переворота в стране. Раджеп Тейп Эрдоган раскритиковал власти Германии, где суд запретил ему обратиться по видеосвязи к сторонникам, вышедшим на демонстрацию в Кельне в минувшие выходные. И напомнил, что Анкара направила уже второй запрос властям США на выдачу оппозиционного деятеля Фетхуллаха Гюлена, однако вновь получила отказ. Тем временем власти продолжают охоту на причастных к пучу. На сей раз выдано 100 ордеров на арест сотрудников и врачей главного военного госпиталя в Анкаре. Их подозревают в содействии продвижению военной карьеры единомышленников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Власти Новой Зеландии выплатили компенсацию несправедливо осужденному. Сколько может стоить 12 лет заключения? Узнаете из нашего обзора. Доигрались. В США арестовали родителей, которые из-за игры Покемон Гоу оставили без присмотра двухлетнего ребенка. Плачущего на улице малыша заметил сосед и вызвал полицию. Мальчик пробыл дома сам около двух часов, пока оба родителя 25 и 27 лет охотились на покемонов. Теперь их обвиняют в невыполнении родительских обязанностей. Полмиллиона долларов за 12 лет жизни правительство Новой Зеландии выплатило компенсацию гражданину Дэвиду Бэйну, осужденному за убийство пяти членов семьи. После повторного рассмотрения дела адвокаты доказали, Бэйн невиновен. Его оправдали по всем пяти пунктам обвинения. Таким образом, за каждый месяц заключения Дэвид получил по 3,5 тысячи долларов. В Италии зарегистрировали первый в истории страны гей-брак. В городе Реджинель Эмилия свои отношения оформили журналисты Пьер Джорджо Патерлини и Марко Соджио, которые вместе уже 37 лет. На довольно скромной церемонии присутствовал лично мэр города. Парламент Италии легализировал однополые браки в мае. Тогда же закон подписал президент. А в конце июля документ был принят Государственным Советом Италии. Умер от удовольствия. В Тулузе 81-летний посетитель секс-шопа скончался от сердечного приступа во время просмотра кино для взрослых. Инцидент произошел в заведении, расположенном в квартале Красных Фонарей. Менеджер вызвал медиков, однако они не смогли реанимировать престарелого любителя клубнички. В США две собаки угнали и разбили автомобиль. Возле торгового центра в Западной Вирджинии пенсионерка оставила животных в машине со включенным мотором. Пока она совершала покупки, собаки случайно привели машину в движение, и она врезалась в стену торгового центра. Очевидцы едва успели разбежаться в разные стороны. По словам хозяйки, она оставила мотор включенным, чтобы в салоне для животных работал кондиционер. В австралийском Ипсвике, штат Квинсленд, во дворе пожилой пары образовалась огромная карстовая воронка, заполненная водой. По предварительной версии, на этом месте около ста лет назад находилась вертикальная шахта, которую позже засыпали мусором. Такими были новости этого дня. Доброго вам вечера и до встречи в подробностях. Доброго! 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 Субтитры создавал DimaTorzok